Шанс. Там-де-ты. Слот-сити. Бог дал Путину. Белоруссии Бог дал Лукашенко. А кремлевским агентам, бежавшим из Украины, Бог не дал мозгов. Улыбаюсь. Привет, я Александр Преподобный. И давайте уже от этого отойдем. И ради чего мы должны быть вместе? И как обычно, друзья, начнем с отличных новостей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после того, как россияне просто его похоронили. Погиб Залужный. Так вот, сейчас можно говорить о том, что он устранен русской ракетой в начале мая. Записал видео, в котором вместе с начальником генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шабталой проводит работу в центре группировки войск. Ориентование в центре. Ну, он выехал. Я просто шепоте. Очень интересно, можно ли теперь называть Путина балаболом? Залужный, да, вот, Владимир Владимирович. А где он, Залужный? Целый канал есть такой, где Залужный. Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Или все-таки сойдемся на пиздал? Ну, вы у него спросите, где он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться. Друзья, я предлагаю оставить редкий пиздал. А если у вас есть свои варианты, напишите в комментариях. Так, если у вас все, тогда идем дальше. Но, блин, Украину все-таки разоблачили. Я больше не вижу смысла молчать. Правда. У нас действительно есть кураторы Запада. С такими длинненькими носиками и очень-очень нетрадиционными ценностями. Это боевые американские комары. Комары. Команированное киевским режимом подтопление территории Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний передаваем комарами, в первую очередь лихорадки Западного Нила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высовлаждать их. Раз все карты вскрыты, у меня вопрос. Когда Байден наконец-то поставит нам обещанные батальоны боевой саранчи и штурмовых пиявок? Да, больше бреда только у грустного полководца-блогера Стрелкова-Гиркина. Он бьет во все колокола, потому что, оказывается, под боком у Путина. Вы не знали? Агент ЦРУ. Первого зама главы администрации, который, извините, член саентолога, член морской организации на миллион лет контракт подписал. Кто захочет, погуглите, что такое морская организация Рона Хаббарда. Ну, это вообще, то есть, хаббардисты, саентологи рассматривались нашей разведкой до 91-го года, да и после, на самом деле, контрразведки, в качестве просто филиала ЦРУ. И когда у нас зам главы администрации, член, продвинутый член данной организации, ну, что дальше-то можно говорить? О-хо-хо, тревожненько. Как бы Сергей Кириенко теперь не повторил судьбу, например, Распутина, которого тоже считали в свое время сектантом, агентом немцев, и который очень как-то плохо влиял на царя Николая II. Напомню, Распутина убили рассерженные офицеры. Ничего не напоминает? А это значит, что Кириенко не мешала бы подготовиться, ведь рассерженных патриотов сейчас в России немало. Ну, и давайте напомним себе, где Российская Федерация, там всегда убийства, покушения, взрывы и хлопки. Вот и в Симферополе взорвался автомобиль с помощником оккупационного вице-премьера Запорожской области. Гавляйтер, увы, выжил, но получил сильные ожоги. Запомнит, что такое работать на другое государство. И предавать свою родину. Но для банановой республики это событие рядовое, правда. Вот эти одноразовые политики одноразово занимают свои псевдодолжности. Кстати, Лавров, такому скатыванию России-матушки, в самое лоно цивилизации, я бы сказал, рад. Он говорит, мы одной крови с гондурасцами будем дружить. Попытки коллективного Запада изолировать Россию, очевидно, провалились. В странах глобального юга и востока проживают около 85% населения Земли. И почти все они не хотят таскать каштаны из огня для каких-то дядей из бывших метрополий. А вот к России интерес большой. И как к другу, помогавшему в прошлом, и как к современной стране в настоящем. Стране, совместно с которой можно уверенно выстраивать свое будущее. А какое же будущее у России? А вы знаете, его вообще не тяжело спрогнозировать. Вот буквально послушав следующий монолог. Тут рассказывают о настоящем герое Российской Федерации. Священники, орденоносцы и спецназовцы. Поп, убивающий и отправляющий убивать. А, ну, конечно же, во имя. Короче, скоро ждите вот таких вот верующих убийц. По всей стране Российской Федерации будет очень много. Вот как бы все на место поставил священник. Пару дней назад мы с ним встречались. Он постоянно на передовой. Это замечательный человек. Отец Андрей. Он на передовой отправляет штурмовые отряды вот на самой линии боевого соприкосновения. Он говорит, и там его сын, кстати, воюет. Он говорит, ты знаешь, я их отправляю не на смерть. Я ему говорю, кто с Богом? Кому Бог интересен? Идите сюда причащаться. И я их благословляю не на смерть, а на жизнь. И вот этот парадокс. Идти на смерть ради жизни. Поэтому в этом суть вот этой войны. Идти на смерть ради жизни. Вот если честно, друзья, то гажи священника, которые отправляют своих чат убивать и насиловать, наверное, только патриотичные певцы ртом. Каждая сфера в России сейчас уродлива по-своему. Это, вне сомнения, российские биба и боба, басков и лепс, которые в войне очень радуются и пытаются, наверное, откупиться. Спасибо за то, что вы спасаете нас и нашу страну. Денежный вклад и от меня, и от Григория, и от тех коллег, друзей, которые присоединятся к этой акции. Ну, теперь-то с пожертвованиями от двух дурачков-певцов Россия как кружбанет к победам. Ведь за бабки умирать всегда веселее. Правда, ребят? Если бы не эти еще Хаймарсы, Стормшеду, Леопарды, Брэдли. Там можно было вообще разбитый экран на телефоне поменять. Но, к сожалению, одно уныние. Противнику дадут Химарс, и вот такие опли были у нас. Все говорили, вот, если дадут Химарс, то все, все пропало. Если вы помните, дали Химарс, ничего сверхъестественного не произошло. Потом они говорят, что дадут Патриот. Дали, ничего сверхъестественного не произошло. Потом речь шла о технике. Но эта техника, мы должны понимать, это техника, которая имеет 50-летнюю давность. То есть мы давно уже вышли, как говорится, из той стадии, в которой находится эта техника. То есть у нас намного современнее уже техника сегодня. Я скажу, знаете, даже больше. Эммануэль Макрон, который миллион раз предлагал сохранить Путину лицо, хотя где там лицо у Путина, сообщил о том, что система противоракетной обороны Сампти, франко-итальянского производства, уже развернута в Украине. А что там Путин сказал Макрону перед началом полномасштабного вторжения? Напомните, Эммануэль, пошел-ка ты, я сам разберусь и пойду, пока я поиграю в хоккей. Вроде так было дело, да? То ли дело Россия с танками и артиллерией, которые видели Сталина еще с потенцией. Правда, вот как-то не особо воюется с вот этим сталинским барахлом. Ведь сводки с фронта у пропагандистов какие-то пресные. Они все героически отступают и отступают. Ну, конечно, противник несет небывалые потери, а россияне вот прям в ручной схватке убивают этих неонацистов дивизиями. И при этом почти каждый день теряют населенные пункты, которые недавно еще контролировали. Рашисты текалы, кидающие техники, боеприпасы, бой. На уходе есть. Герои с вами! Да, мы понимаем, что на фронте сейчас абсолютно непросто. Но посмотрите на этих шизиков. Они уже всех победили. И просто Блицкриг остановили. То есть они думают, что реально освобождение своих территорий должно быть как у этих идиотов с Киевом. Два-три дня? Вы вообще не сделали выводов. Количество подбитой и сожженной за сутки вражеской техники неимоверно высокое. С ВСУ на этом направлении бьются бойцы 291-й, 70-го полков, спецназ, артиллеристы, в том числе мобилизованные парни из Москвы и Подмосковья. Именно эти бойцы и остановили очередной Блицкриг. При этом даже на экранах видно, как пропагандисты боятся этого будущего, которое будет. И, понимаете, все какое-то нерадостное у них. Вы здесь показали кадры, мы же прекрасно понимаем. В информационной повестке старало доминировать. Мы-то и успешно идем, то есть вот эти украинские войска, но не получается, потому что в России есть преимущество в воздухе. Запад. Дайте самолеты. У нас не получилось, но дайте самолеты. Подождите, а что тут скрывать? Все верно. У вас действительно было абсолютно все, чтобы уничтожить Украину, в том числе и в воздухе. Было все, кроме мозгов. Поэтому теперь у нас будет и авиация в том числе. И вы будете дейкоты дрожать, ведь вы пришли к нам без предупреждения. А вот угрожает сейчас, честно, смешно. Ну, давайте послушаем. Наряду с очевидной сильной позицией России на фронте сейчас, таким важным шагом стало размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. И тут принципиально реакция наших противников. Байден заявляет, это безответственный шаг. Столтенберг говорит, что мы относимся к этому всерьез, но, внимание, менять ядерную конфигурацию Альянса не будем. Как так? И придумывать вот эти новые фантастические рассказы, получая при этом по щам в Украине. Посмотрите, пропагандисты виртуально предлагают начать воевать с Польшей. Да вы нападите, я не знаю, на Луну, как-то оккупируете какой-нибудь кратер. Да и сделайте об этом сюжет. Какие проблемы? Уже готов план к 11-12 июля, план войны с Россией. Там развертываются армейские корпуса, армейские объединения. Польша заявляет о том, что в два раза увеличат свои сухопутные войска. И натовцы говорят, для чего? Для того, чтобы проводить внеблоковые операции. Что значит? То есть Польшу бросить следом за Украиной, как бы не очень нести за это ответственность. Польша, пожалуйста. Польша разворачивает новые штабы дивизии у нас, рассчитывая на то, что мы ввяжемся в эту гонку вооружения, нанеся удар кратный нашей экономике. Но если про Польшу, то не просто виртуально воевать, а еще и создавать некие отряды польских пророссийских партизан под Брестом. Вообще, по-моему, давно уже пора где-нибудь под Брестом создавать лагеря польских партизан для свержения польского правительства, раз уж они такие цели ставят и задачи. Да, 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 да. Тем более, что в Польше уж недовольство польской властью мы видим по митингам протеста, которые там постоянно проходят. Сделаем ТУСКО командиром этого отряда. Ну да, да, да. Отряд ТУСКО. Вот. Ну, во всеми же, до выборов. А после выборов поменяйте. Пока пропагандисты изволят шутить о польских партизанах в лесах РФ, полным ходом действуют российские реальные партизаны. Против режима реальная вооруженная борьба. И она как бы только начинается, вы же понимаете. В общем, господа пропагандисты, мы не против вашего искрометного юмора. Шутите и шутите больше. Самое главное, не забудьте на канал Огроши подписаться и приготовить себе билеты куда-нибудь очень далеко. Пока.